Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава восьмая, стих с первого по третий. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, правителя Иродова, Иисус Анна и многие другие, которые служили ему именем своим. Да не именем. Имением своим. Что значит имением? Как понимаешь? Что такое имение? У тебя есть имение? Дом, вот это имение называется. Недвижимость. Жил у них Христос, видимо. Толкование. Толкование. Сойдя с неба, за тем, чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание, Господь научает нас не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Ибо, что Он не делал, делал для наставления нашего. Он проходил по всем городам и селениям и водил с собой 12 учеников, которые не учили, не проповедовали, но сами от Него учились и назидались делами Его и словами Его. «Господь проповедовал не о земных благах, но о Царстве Небесном. Ибо кому иному было приличнее проповедовать о Небесном, как не приходящему с неба. Поэтому-то ни один из пророков не проповедовал о Царстве Небесном. Ибо как бы они стали проповедовать о том, чего не видели. Поэтому-то и предпетя говорил, сущий от земли и говорит, как сущий от земли, а приходящий с Небес, что видел, о том и свидетельствует. За Господом следовали и жены, чтобы мы знали, что и женскому полу слабость не препятствует последовать Христу. Смотри на то, как они, будучи богатыми, презрели, однако же все, и избрали нищету ради Христа и со Христом. А что они были богаты, позная из того, что они служили Господу имением своим, а не чужим или несправедливо приобретенным достоянием, как многие делают, в словах, из которых вышли семь бесов, некоторое число семь принимают неопределенно, вместо много. Ибо в Писании число семь часто принимается вместо много. Иной, быть может, скажет, как семь есть духов добродетели, так напротив семь же и духов злобы. Например, есть дух страха Божия, есть с противной стороны дух бесстрашия Божия. Есть дух разумения, есть с противной стороны дух неразумения и так далее. Если эти семь духов злобы не будут прогнаны от души, никто не может последовать Христу. Ибо прежде должно сатану изгнать, а потом Христа вселить. Комментарий Игнатия Лапкина. Данным толкованием обличается вся пастырская практика современного православия, погрязшего в лени, трусости и корысти. Можем ли мы себе вообразить, что сегодняшние митрополиты, взят с собой два-три прислужника для ношения еды, будут выступать на стадионах и в домах культуры, как американские сектанты? Во всех церковных публикациях на снимках видны крестные ходы, хоруби, иконы благословления, помазания. Нет нигде ни слова о евангельской проповеди. Значит, необходимо учиться у тех, кто проповедует. Когда Ариане придумали понятное, легко запоминающееся песнопение во времена Златоуста, то православные мгновенно отреагировали на это новшество. Сразу же составили подобное. Но в православном духе, если и дальше священники будут лениться и не будут обходить с проповедью города и села, то в самое ближайшее время Россия будет католическо-протестантской, а не православной. Придумали какие-то юридические обоснования каноническим территориям, чтобы оправдать свое бездействие и сонливость. Только животные, мочащиеся к стене, метят свою территорию, А человек живой евангельской проповедью отмечает территорию в сердцах, которые покорились благовестию. Бог посылает каждого до концов земли и не ограничивает никакой местностью, чтобы на ней властвовал один человек и запрещал другим проповедовать. Аминь. Аминь. Ну что Василий можешь сказать? Аминь, только и скажешь. Правду Игнатихович говорит. Правда. Как к нам это относится, прочитанное? Ну, надо не лениться, ходить проповедовать, слово Больное. Ты когда-нибудь ходил, проповедовал? Ходил. Когда? Ну, когда, я уж не помню, ездили в район проповедовать. С кем? Ну, общиной. С общиной. Погромче. С общиной. Какой общиной? Ну, с нашей общиной. В каком году? Да, я уж не помню. Сколько лет назад? Ну, не помню. Год-два. А куда ездили? В какой район? Ну, где они, наверное, жил, туда ездили в клочки. Оооо. Еще куда-то. Так это было-то, когда, лет пять, наверное, назад. И после этого ты никуда не ходил? Ну, вот недавно. Куда ходил? У Спартака. Что-то там делал. Ну, Евангелие дарили прохожим. Понятно. А вот такое было у тебя, чтобы ты вот благовествовал языком? Нет. А что тебе мешает это делать? Зачем мешает? Ну, вот что... Ну, не могу выразить. Ну, вот что мешает священникам идти на проповедь? Вот комментарий Игнатий Латкин отдавал. Им что? Лень, лень. А тебе что мешает? Ну, а мне... Я не могу выразиться. Ну, с детства неразговорчивый. Ну, как-то ты неразговорчивый. Это очень даже... Ну, как магнитофон. Запись идет, а воспроизведения нет. Не могу выразить. Ну, так кто тебе такое сказал? Сколько раз я тебя просил повторить прочитанное, а ты повторял? Ну, так это с великим трудом, трудом. Ну, а как? Царство Небесное усилием берется как? Трудно, конечно. А кому легко? И восхищающий, употребляющий усилия, восхищает его Царство Небесное. А участь ленивых рабов и лукавых где будет? Где днем? Ну, какой вывод надо делать? Трудиться надо. Над словом Божьим. Запоминай. Сколько ты стихов Писания наизусть знаешь? Ну, вот Чинар. Так, а еще? Ну, символ веры надо еще повторять. Символ веры это не место Священного Писания. Кроме «Очья Наш» из Библии что-нибудь можешь повторить? Ну, вот я тебе говорил на холодильнике стих заучить. Евангелие от Луки. Выучил-то? Думал, мало. Ну, вот каждый день повторяй и выучишь. Мало-помалу. А как? Что помнишь? Вчера мы его повторяли. Как начинается? Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством, и житейскими заботами, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ну, вот видишь, оговоришь, что у тебя с детства память плохая. Ну, а тебе больше и не надо, ты это выучи. Встань возле магазина, возле Мария Рая, и каждого останавливая, говори. Увидишь бабушку толстую с большими сумками, скажи, Бабуля, смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчились объединением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Христос умер за нас, пролил прочистую кровь, и каждый даст день, в день суда ответ. Можешь ты так сказать? Ну, только что. Больше от тебя ничего и не требуется. В Евангелии, как сказано, изгнал бесов из человека, и он пошел, не учился ни в духовной семинарии, нигде ничего, пошел и благовестовал, рассказывал, что сотворил с ним Христос. Ты можешь о себе сказать, что сотворил с тобой Христос? Ну, что он сотворил? Ну, то, что ангел Христос меня оберегает. От чего он тебя оберегает? Ну, от злых людей. Проделяет мою жизнь. А зачем? Ну, чтобы получать все Слово Божие. А зачем? Ну, чтобы выйти в Царствие Божие. Ты вчера читал Слово Божие? Читал. Что читал? Евангелие от Иоанна. Святое Евангелие от Иоанна. Про что там? Какую главу или там? Ну, не помнишь хотя бы о чем? Вчерашний день. Ну. Господь ходил с учениками. Ученики учились от Него. А Господь Иисус Христос проповедовал Слово. Ну, Царствие Небесное. Больше ничего не мог вспомнить, как Он проповедовал, какие слова говорил Господь. Заповеди блаженства, знаешь? Блаженны Нищие Душа А еще Можешь вспомнить Блаженны Крутки. Блаженны Милостивые. Так. Ибо Они помилованы будут. Еще. Блаженны Миротворцы. Блаженны Миротворцы. Еще не можешь вспомнить больше. Блаженны Алчащие, Жаждущие Правды. А что значит Блаженны Нищие Духом? Нищие Духом. Незнающие. Незнающие Слово Божие. Ну, да. И они блаженны. Блаженны. С чего ради-то? Ну, а как? Ну, еще. Ну, вот. Поэтому нужно читать не просто Евангелие, а Евангелие с толкованием. А если что непонятно, я тебе говорил, бери листочек и записывай. И задавай вопросы. Ты прочитал, непонятно, и дальше пошел. Так не годится. Новый Завет и издал с толкованием в трех томах. Вот это первое. Сейчас читаем. С закладками, с иллюстрациями Густава Дарея. Прекраснейшее издание. Блаженны нищие духом это те, кто осознают свою духовную нищету и хотят познать Слово Божие. Вот ученики Христовы, они были блаженны, они задавали вопросы, они интересовались. То есть, они чувствовали себя ничего не знающими. Я тебе это сказал. Ты не так сказал. Ты говоришь, блаженны те, кто ничего не знает. Это совершенно другое. Потерпи ты маленько, съемка идет, обязательно надо кашлять, сморкаться. Как блаженны нищие духом, не знающие, но стремящиеся к Слову Божьим. Да, которые считают себя нищими, которые считают себя богатыми духом, духовно богатыми, те они несчастны, неблаженны. Ну, это вот гордецы, сектанты, а мы все знаем, что вы нас учите. Таким Господь закрывает понимание. А вот и Господь, он и в притчах-то говорил. А вам, говорит, во-прочем, в притчах, он видит, что они не внимательно, не слушают, им это не надо. А ученики наедине, они потом спрашивали притчу, например, рассеятели. И он им растолковал. Вот эти ученики, которые нищие духом, которые считают себя, я тоже, когда читал, мне странно было, как это нищие духом вдруг блаженны. Блаженны. Блаженны, высоко духовные, я считал, люди. А когда толкованием прочитал, все стало на место. Вот. Теперь ты можешь объяснить, что такое блаженны, нищие духом? Понял ты? Ну, кто мало знает, он стремится познать слово Божие. Вот. И кто много знает и тоже стремится, он тоже блаженный. Вот. Игнать Тихонич, сколько он знает, однако он все время учится и учится и говорит, я ничего не знаю. То есть, это такая глубина слова Божия, что ее можно всю жизнь изучать и до конца так и не изучишь. А можно остановиться и сказать, а я все знаю и на занятия не ходить, Слово Божие не читать. Вот эти люди несчастные они, неблаженны. То есть, свою духовную нищету они не осознают, не нуждаются в Слове Божьем. А в чем они нуждаются? Вот заботы житейские. Волов купил, женился, когда Господь приглашал их на брачный пир. Они отвечали ему отказом. И вот Господь зовет на брачный пир. Так, ну давай вернемся к прочитанному. Что это еще? Отсюда мы знаем. Кто ходил со Христом? Он ходил по городам и селениям. Ты тоже, говоришь, ездил. один раз дарил ты Евангелие, ходил с нами. Ну дальше вот у женщины чем они замечательные? Чем они служили Господу? Вспоминай. Ты говорил именем. 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 Вот. И ты тоже можешь, как эти женщины, служить имением своим. принимать нищих, убогих, сиры, нудов в дом свой. Вот как у тебя женщина с ребенком одна жила. Помнишь? Пустил ты ее. Благодарная она тебе осталась. да где-то. И за что не заплатила. Ну и вот это вот будет тебе награда за это на небесах. Заплатила, не заплатила. Плохо, конечно, она сделала. Но ты-то и простил. Ну так простил, конечно. или встретил бы, трес бы ее за грудки. Да зачем? Ну вот. У нее двое молодежи. Ну, грудной один был. Вот. Другая девчушка постарше. Но вы-то договаривались, что она платить тебе будет. Угу. Она тебя обманула. Вот. Видишь, Бога не знает, Христа не знает. Попросила бы у тебя можно я бесплатно поживу. Ты бы, может, глядишь и согласился. Так обман получается. Богу это не угодно. Ну, все. Благодарим Бога. Идем на работу. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Христе Боже наш.